всем привет кошечки и зайчики девочки и мальчики с вами я ангелина всем добрый день добрый вечер у кого что у меня вечер сегодня дорогие мои у меня на мукбанг приготовила я лапшу чан джан мён настоящая лапша чан джан мён вот так она выглядит украшается сверху огурцом соломочкой лапша в общем сейчас секунду кот зашел мне дверь открыл надо вы к это дверь закрыть готовила первый раз я такую лапшу заказывала пасту чан джан заказывала вал берез в общем сейчас покажу упаковочку вот такую заказывала я это корейская штучка такая в общем это паста из ферментированных черных соевых бобов и тут еще в составе очень много интересного там бабы и устричный соус масло виноградных косточек крахмал картофельный сахар соль потом порошок красного перца рисовая мука так порошок куриного овощного бульона соевое масло чеснок лук экстракт говядины имбирь экстракт свиной кость кости рыбный соус экстракт креветки экстракт кальмаров копченый тунец глюкоза зеленый лук кукурузный крахмал и порошок растительно молочнокислых бактерий в общем он получается на основе морепродуктов что еще сказать у меня еще здесь интересно тоже блюдо я купила это сейчас я скажу господи забыла уже грибы коралловые в общем коралловые грибы по-корейски они с корейской морковью я такое никогда не ела посмотрите вот это коралловый гриб он еще по моему ледяной называется лобова как мочалка какая-то пипец вот они такие грибы эти коралловые попробуем в общем так ладно приступим я взяла палочки я не знаю смогу ли я эту лапшу есть палочками готовится очень легко и просто вот этот пасту тут это ее надо перемешать с лапшой огурчик для украшения так ее надо перемешать в общем я впервые знаете я покупала чан джан вот этот от доширак по-моему не знаю заваривать быстро лапшу но это это вообще совсем не то как говорится а вот такая лапшичка интересный такой вкус немножко островатый непривычно я готовила в общем ее готовят чан лапшу да тучан джан мем обычно или со свининой ну и там вкус курицы бывает варианты я готовила готовила вегетарианский как говорится на вегетарианский манер потому что здесь добавляются овощи и мясо я не стал добавлять никого мяса в общем как она готовится очень интересно по вкусу конечно вообще необычненько все легко и просто обжаривается лук кубиками морковь однако кубиками картошка кабачок тоже кубиками еще дайкон речку добавлять но я не нашла магазинах не продают у нас в общем все обжаривается потом вот это вот паста добавляется и все тушится на медленном огне ну еще там капельку можно кунжутного масла добавлять мне тоже не было а так вообще вкусненько интересно лапша паста мне это понравилось я хочу еще заказать сделать со свинкой так попробуем этот гриб блин так страшно он так выглядит вообще вот ну мочалка реальную какая-то замочалку подложили хрустит прикольно на зубах хрустит ну такого вкуса не имеет яркого похрустит прикольненько вываливается ой забыла приятного аппетита сказать уже уже сколько съела в общем хотел чё сказать спасибо вам всем кто вопросы мне задавал катя тихомировать я большой привет активно смотришь мой канал мой вид видео может многие не увидели качество общества я задавала рубрику то есть меня вопрос-ответ там был так что если что может увидеть и сейчас можете писать в комментариях какие-то вопросы может что-то что-то интересует отвечу всем значит катя мне задала несколько вопросов таких глобальных про канал про youtube в общем она спросила как отреагировали близкие родные к тому что я в общем что я стала блогером все нормально отреагировали в маму мама сказала давай ну как бы это интересно если тебе интересно муж вообще муж вообще как-то скептически отнесся знаете он как бы типа чем бы дитя не тешилось как говорится как-то адекватно отнесся он серьезно как-то не воспринял что можно как говорится стать там подписчиков набрать или что-то как бы в общем спокойно ровно знаете до тех пор как бы он отнесся я вам не рассказывал когда мы с она бы приехали ну короче пошли с мужем в кафе посидеть вдвоем посидеть в общем и это приходим короче в кафешку и там ко мне где-то мы были только пришли на полчаса нам где-то как подходит ко мне девушка спрашивает не блогер случайно говорит это снимаете видео мукбангер мукбангер снимать я буду да а с ней молодой человек был там а у меня горит парень вот он год вас смотрит она его позвала год иди сюда что-то бонга стеснялся подойти он подходит такой обрадовался давай обниматься со мной у меня муж офигел просто понимаете он такой да ты чё правда что ли там смотришь мукбанги ты и смотришь он когда я смотрю типа мне нравится и тоже кошечки зайчики такой сразу мою фразу как бы сказал знаете мне муж вообще офигел просто просто офигел ну короче их пригласили за столик фотографировались вместе он он тоже короче мне рассказал что он создавал канал и забросил тоже мукбанги начинал снимать и получилось так что они с разных городов мы тоже с башкирии только не в саловате живут вот и приехали встретиться с этой девушкой там познакомились в общем это классно вместе посидели вообще они молодые ему лет 21 по моему девчонка тоже ну знаете такой неописуемое как говорится чувство когда тебя кто-то узнает на эти хотят с тобой сфотографировать чуть ли там ну капец это вот знаешь вы знаете что вот игру чувствуешь себя как берем звезда какая-то что ли никогда бы не подошли меня узнают как бы в общественном месте так вот в общем что еще а хотя мне еще спросила было ли у меня стеснение когда я начала снимать ю тубе и как я пришла к съемкам блогерству стеснение конечно было не сейчас бывает как бы я вообще спешите я вот говорю что я стеснительный правда вот поэтому я еще знаете начала снимать то чтобы как-то стать уверены в себе потому что я не очень уверенность и человек я стеснительный не скажу что я такой общительный как бы но если я раскрываю стоя с человеком там уже узнаю когда вот если даже познакомлю что как бы я до общительная вот когда я же говорю в новой компании нет вот стеснялась до первые ролики я стеснялся даже сейчас иногда смотрю своих это год назад вот когда снимал я вообще иногда думаю боже как я стеснялся ну видно это просто ну всегда так потом привыкаешь чем чаще снимаешь тем уже легче как-то а пришла и к блогерству знаете у меня даша смотрела тоже когда маленькая была детский канал очень много вообще я мечтала создать тоже детский канал дашка там знаменитой стало многие есть детские каналы которые в те времена поднялись очень хорошо и хорошие деньги зарабатывают зарабатывают до сих пор вот но я начала сначала снимать дашу но я так поняла что поезд ушел вот в общем надо было раньше как-то в общем дашка меня практически сподвигло на это все на видео ей нравилось тоже я ее там снимала немножко распаковки у меня самые первые видео есть а потом в ютубе же появилась этот банк мукбанк в ленте попадался тоже я решила попробовать потому что хоть какие просмотр все равно приносила как-то больше тем когда с дашей там что-то вот такие в общем так я решила потом как-то пошло поехало сейчас я просто игру как мое такое занятие хобби я привыкла не интересно самое главное я раскрепощаюсь как-то более общительность становлюсь пока палочки мои увереннее в себе все-таки общение какое какое-никакое общение все равно так у даже по комментариям так что еще еще задала вопрос на канал любимые рецепты моей мамы привет большой это мои тоже давние друзья по youtube что со она у меня спросили короче что самая сложная съемках мукбанга самое сложное я думаю знаете придумать что-то интересное для мукбанга что-то приготовить ой что-то пикет что ты и заляпалась блин яблочный сок прям горит еще и заляпалась эти палочки в общем самое сложное что-то придумать придумать что-то интересное покушать как-то знаете всем надоедать кота обыденность хочется что-нибудь необычное приготовить вот это нам самое сложное что-то выдумать что где-то найти посмотреть где-то рецепт какой-нибудь записано блокнотик также спросили что больше всего напрягает и что нравится в мукбанге напрягает я же говорю готовка сервировка такое вот как бы связано с этим так и что там еще что нравится 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 общение нравится вкусно покушать что-нибудь за одной как говорится пробуешь что-то новое ключи палочками такой я мастак есть еще спросили от чего вопрос от чего получаю заряд энергии для дальнейших съемок конечно же от ваших просмотров от подписок от комментариев чем больше как говорится люди пишут что-то подписываются больше кого-то стынул вдохновение появляется и хочется больше снимать это готовить вкусненькая штука в общем советую вот этот если хотите напишите я ссылку скину на вот эту вот на пасту она такая чуть-чуть островато не сильно я вообще не любитель вилку взяла потому что неудобно как-то я палочками роута нормально вот лапшу тут уже вообще не осталось вот этот подливка не любитель я острова но вот это нормальная штучка хотел сказать на улицу на жарень стоит сделали мне телефон экран все отлично жара днем дома сижу никуда не выхожу я не люблю я могу магазин выйти там а так чтоб шарахаться жду когда речка нагреется побольше можно купаться будет ездить в общем включила кондиционер дома сегодня у нас потрясать не каждый день жарко ну такие дела задавайте еще вопросы а то что так мало активности мало вопросов все не буду пасту и туда едать прям что-то это подпекло меня хотя не очень остро крас лапшу ешь нормально вот одна когда осталось вот это вот овощи острова ты такая всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии нажимайте на колокольчик и до скорой встречи всем пока пока увидимся пока